На 24 Кезет Новости мы продолжаем. Новую технологию по очистке источных вод внедряют в Шимкенте. Она призвана избавить городскую канализацию от неприятного запаха и, самое главное, улучшить экологию мегаполиса. Инновация успешно прошла испытание и сейчас ею заинтересовались в других регионах страны. Подробности у Рауля Габитова. Шимкент активно разрастается. Да так, что канализационная сеть с трудом выдерживает нагрузку. Очистные сооружения, рассчитанные на 150 тысяч кубометров в сутки, по факту принимают гораздо больше отходов. К тому же рядом со многими из них выросли целые микрорайоны и люди жалуются на неприятный запах. Поэтому водоканалу пришлось искать решение. Нашелся выход в Британии, где разработали новый препарат по очистке источных вод. Что дает этот препарат? Что нам говорили? Он уберет неприятный запах и он спасет канализационные трубы от разрушения. Была разработана программа опытно-промышленных испытаний. Для этого нужно было, чтобы наши очистные сооружения работали в том режиме, в котором они работают. В результате опытно-промышленных испытаний, которые мы проводили в течение пяти месяцев, мы действительно убедились, что запах не то что уменьшился, а исчез. С собой препарат представляет разные штаммы бактерий. Загрязняющие вещества в источных водах для них питательная среда, которую они в конечном итоге превращают в летучие жирные кислоты, биогаз и воду. Просто разводится в бочке водой определенной температуры комнатной этот препарат, добавляется немножечко активного ила. В течение 12-13 часов он настаивается, они начинают оживать. Потом вывозят этот препарат в начало канализационного коллектора, в колодец сливают этот препарат, он идет к нам. По пути движения по канализационной трубе уже начинается процесс. Сократила биотехнология и объемы выжатого осадка. В водоканале говорят, это была большая проблема. Тонны остаточного ила приходилось вывозить на полигон, но препарат сократил отходы в 10 раз и сэкономил таким образом миллионы тенге. Как итог, интерес к технологии начали проявлять в других регионах страны. Мы приехали в Шымкент из Астаны. Хотели посмотреть на то, как работает британский процесс по очистке сточных вод. Результат виден. Осадков на дне почти нет, да и запах не чувствуется. Мы подумаем над тем, чтобы внедрить технологию у себя на предприятии. Внимательно изучают технологию и в Министерстве промышленности. Специалисты не исключают, что проект в будущем воплотят в масштабах страны. Кстати, очищенную воду можно использовать вторично. В Астане и Алматы, например, так и делают. В городе Алматы у них есть накопитель Сорбулак, где орошаются сельскохозяйственные культуры. В Астане применяется, получается, полив идет на парки, улицы. Тем временем большинство очистных сооружений в Казахстане изношены. Обновить их, по данным Министерства промышленности, требуется в 69 городах. В профильном ведомстве заявляют, что готовы направить на реконструкцию этих систем 316 миллиардов тенге. Финансы планируется взять из единого пенсионного фонда. Рауль Габитов, Катерина Попкова, 24КЗ.